Разгорание конфликта может и устраивает больше, но ровно до тех пор, пока этот конфликт бушует на безопасном от Киева расстоянии. По ряду косвенных признаков ситуация вскоре может измениться. Командование армии Юго-Востока заявляет о массовом выходе частей нацгвардии из зоны боевых действий. По данным разведки ополчения, правительственные войска оставляют позиции без боя. Неоднократно были замечены колонны бронетехники, двигающиеся на запад. По одной из версий для переформирования, по другой для похода на Киев. Этот вопрос, по крайней мере в добровольческих карательных батальонах, поднимался уже не раз. И как убедился Антон Лядов, сейчас вероятность Майдана-3 высока как никогда. Терпение лопнуло. Украинские военные массово покидают зоны боев. Уезжают даже на обычных машинах по 5-6 человек в каждой. Прорываются сквозь пули. Помощи от военного командования больше не ждут. Вадик, живы? Едут колоннами. Бойцов вывозят на грузовиках, микроавтобусах. Многие уходят самовольно. Причем, как заявляют сами украинские военные, время единичных дезертирств прошло. Теперь военные уезжают целыми группами. Причин не скрывают. Это украинский батальон «Киев-2». Вот такие патроны прислали им из столицы. И что будет, если попробовать им выстрелить? Да ничего, он застрянет в патроннике. В военное время за такое расстреливаются. Неделями бойцам не привозят ни бронежилетов, ни амуниции, ни оружия. Я звонил в Министерство обороны, говорю, дайте хоть шуты, дайте тяжелую технику. Как сказали, да будете в бою. А это бойцы 92-й бригады. Никто ничего никому не сказал, не объяснил. Когда мы остались безо всего, нету ни карты, ничего. Ориентировались по звездам и по посадкам. Карты не было ни у кого. Украинские солдаты, которые добровольно покидают военные части, рассказывают, первым делом готовы идти на Киев, отомстить за своих товарищей. Я хочу, чтобы штаб ваш, штаб АТО, ответили за всех ребят, которые там остались. Осталось их там много. Нас тысячу человек там разбили. Там осталось? Мы даже все не можем не пустить. Сколько там осталось ребят? Я считаю, что действия всех генералов, которые не отдают правильных приказов, это и есть предательство Родины. И так считаю не только я, а все бойцы подразделения АЗОВ. Украинские военные начали готовить акции протеста по всей стране, во всех украинских блогах, социальных сетях, везде, только не по государственным каналам распространяется вот этот призыв. Продолжают гибнуть бойцы с обеих сторон. Большие человеческие потери несет украинская армия. Бойцы украинской армии и частных украинских военных батальонов АЗОВ, Айдар, Днепр и Донбасс собираются провести пикет администрации президента 4 сентября. Пикет назначен на 10.00. Приходите. Народ украинский должен подойти и спросить у президента, почему на сегодняшний день украинцы умирают. Эксперты в один голос говорят, на новом Майдане камней и коктейлей Молотова уже не будет. Этот государственный переворот будет произведен именно вооруженными людьми. Сейчас действительно Киев приближается к состоянию близости государственного переворота, который может произойти завтра, может через неделю, может через месяц или через два. Люди, которые сегодня отходят на Киев военные, они разочарованы тем, что их бросили в котлах, на них наплевали, им абсолютно никто не помог. Все приказы, которые отдавались, они были преступные. Частные карательные батальоны разных олигархов, скорее всего в Киеве устроят внутривидовую борьбу и скорее всего военные не простят тех преступлений, которые их заставили совершать. И скорее всего Майдан 3 или 4, он вполне возможен при участии военных непосредственно. За смену руководства выступают не только солдаты, но и офицеры. Это Семен Семенченко, командир батальона Донбасс. Эта система построена так, что никто не несет персональной ответственности ни за что. Ты дал преступный приказ, все равно. Ты не дал приказа, все равно. Любая война на очень большой процент, 99-80, состоит из подлости, трусости, паники, может быть даже бардака. Те войска, которые прикрывали нам ты, отошли. Не сегодня, а завтра армия, украинская армия, которую превратили в карательную, развернет штыки на запад и вместе с армией Новороссии проведет освободительный поход, как минимум на Киев, а я думаю, скорее всего и до Львова. И тогда уже та картинка политическая, геополитическая, которая сложилась на сегодняшний день, резко изменится. Основное начнется, когда вот эти батальоны, которые можно назвать мародерсами, вернутся сюда. Начинаете все эти преступления с призывов, потом начинается преступление на почве ненависти. По цвету кожи, по языку, по другим каким-то, по социальным группам, и так далее. А потом все заканчивается в массовой беспорядке. Украинские солдаты в один голос говорят, что тысяч жертв можно было бы избежать, если бы командование не бросало в бою тех, кто впервые взял в руки автомат. У этих бойцов из рабочего оружия сейчас остались только пистолеты. Остальное к использованию непригодно. Очень хочется просто приехать, взять этого оружейника, закинуть ему гранату без кольца в штаны и сказать, ну вот, жди, сработает или нет. Потому что срабатывает одна из пяти. Киев сейчас явно в панике. На завтра в Верховной Раде назначено закрытое заседание с участием военных. Антон Лядов, Алексей Алексеенко, Илья Косторнов. ВЕСТИ.